Друзья, привет! Меня зовут Юрий Архипенков, и сегодня в этом видео расскажу вам о пяти самых страшных тупых ошибок, которые сливают конверсию ваших продаж в социальных сетях. Итак, ошибка номер один. Продажи в лоб. Никогда не продавайте напрямую в вашей группе ВКонтакте. Представьте себе ситуацию. Идете вы по улице, подходит к вам незнакомый человек, предлагает купить какой-то продукт, вы отказываетесь и получаете в лоб. У вас есть два варианта. Купить продукт или попасть в больницу с сотрясением мозга. Запомните очень важный момент. Социальная площадка в первую очередь создана для коммуникации и взаимодействия с клиентом. Социальные сети изначально создавались как развлекательный портал, а потом уже мы поняли, что через него можно продавать свой продукт. И поэтому грубейшей ошибкой является продажа напрямую, продажа в лоб. В чем это заключается? Ваш потенциальный клиент заходит на вашу продающую площадку для того, чтобы получить какую-то полезную ценную информацию. И сразу же встречает боковой удар в челюсть. Купи, купи у меня, купи сегодня, купи прямо сейчас, воспользуйся моим спецпредложением. Друзья, ваш потенциальный клиент приходит не для того, чтобы купить. Изначально он приходит просто поинтересоваться. И прямые продажи в лоб скорее отпугнут вашего клиента, чем привлекут его внимание. Ошибка номер два. Она является следствием первой ошибки. Не устраивайте из своей продающей группы ВКонтакте в витрину магазина. Используйте группу ВКонтакте, мебельную группу ВКонтакте, для того, чтобы выстраивать доверительные отношения с вашим клиентом. В чем, собственно, заключается ошибка? Многие мебельщики до сих пор, выкладывая фотографии, пишут технические характеристики изготовленной мебели. Рассказывают, по какому адресу была установлена эта кухня, какие материалы использовались, какая фурнитура и так далее, и так далее, и так далее. Но не передают никакой ценности, которая на самом деле важна и полезна клиенту. Не устраивайте из вашей группы ВКонтакте витрину магазина. Дайте клиенту больше ценности, пользы. Покажите свою экспертность, и потом уже, когда у вас возникнут доверительные отношения, вы сможете аккуратно, ненавязчиво предложить вашему потенциальному клиенту что-то у вас приобрести. Вторая ошибка. Витрина магазина, а не платформа для выстраивания доверительных отношений. Ошибка номер три. Продавать себя, а не пользу или ценность. Многие предприниматели используют социальные продающие площадки для самопрезентации. Они рассказывают о том, насколько они круты, какая серьезная у них компания, как долго они находятся на рынке своего города, какие у них есть награды, какое современное оборудование они используют, насколько профессиональны их сотрудники, которые выполняют заказ клиента, но не говорят о том, какую получит клиент, собственно, пользу и выгоду от взаимодействия с этой компанией. Как изменится жизнь клиента после того, как он закажет нашей компании, например, кухню или шкаф-купе. Третья ошибка заключается в том, что предприниматели продают себя вместо того, чтобы продать своему будущему клиенту ценность, пользу и выгоду. Не совершайте эту ошибку, она очень сильно влияет на конверсию в продаже. Ошибка номер четыре. Никогда не обманывайте своего клиента. Если что-то заявили вашей аудитории, неукоснительно и досконально соблюдайте свои обещания. Если хотя бы однажды вы обманете вашу аудиторию или выдадите ей не совсем тот продукт, который обещали, вы получите массу негативной реакции, отрицательные отзывы не только в вашей группе ВКонтакте, но и на других интернет-ресурсах, которые неизменно повлекут полное обрушение вашей репутации не на долгие годы, а навсегда. Никогда не совершайте четвертую ошибку, не обманывайте вашего клиента. Уважайте, цените его, любите, но никогда не обманывайте. Ошибка номер четыре. Убивающая продажи в социальных сетях. И, наконец, ошибка номер пять. Выдавать контент своей аудитории, но забывать о коммуникации и взаимодействии. В чем заключается эта ошибка? Многие, даже продвинутые предприниматели и крупные мебельные компании делегируют некие полномочия на аутсорс. Например, продающие посты пишет копирайтер, рекламой занимается таргетолог. Выкладыванием постов, введением группы, оформлением и дизайном занимается дизайнер социальных сетей. Но не происходит никакого взаимообмена с аудиторией. Как это выглядит? Люди под каждым постом пишут какие-то вопросы. Сколько стоила эта мебель? Сколько она будет стоить по моим размерам? Высказывают свое восхищение вашими работами, но не видят ответной реакции. Постоянно коммуницируйте, взаимодействуйте с вашей аудиторией. Поставили лайк, ответьте. Напишите спасибо. Написали какой-то вопрос, не растягивайте время. Отвечайте на эти вопросы. Сами или делегируйте это к какому-то удаленному сотруднику, но каждый вопрос должен закрываться ответом. Еще один сильнейший инструмент для взаимодействия с аудиторией в социальных сетях до сих пор не изучен предпринимателем мебельного бизнеса. Это продающая рассылка в социальных сетях. Друзья, что происходит с вашей аудиторией, которая пришла к вам и не увидела ответной реакции? Она со временем засыпает и, соответственно, никогда у вас ничего не купит. Не совершайте пятую ошибку. Не нужно давать один сухой контент, насколько бы экспертен он ни был. Взаимодействуйте с вашим клиентом. Отвечайте на вопросы. Благодарите за реакцию, за поставленные лайки. Благодарите за восхищение вашими работами. И провоцируйте на общение, чтобы люди хотели писать комментарии, чтобы хотели создавать активность в ваших продающих мебельных группах. Итак, друзья, это было пять серьезных, тупых ошибок, которые напрочь убивают конверсии в продажах, в ваших продажах в социальных сетях. И из-за этих ошибок вы не то чтобы не будете развиваться со временем, вам просто придется уйти из социальных сетей, а возможно и из мебельного бизнеса. И если вы используете те рекомендации, которые я дал вам в этом видео, в ближайшее время, месяц-два, вы не вкладывая ни копейки в рекламу, без всяких вложений, уже понемножку начнете увеличивать рост продаж. Меня зовут Юрий Архипенков, это YouTube-канал «Мебельный бизнес в квадрате». Поставьте лайк этому видео, если оно было вам полезно. И если до сих пор не подписаны на мой канал, подпишитесь прямо сейчас и нажмите колокольчик. Он будет присылать вам уведомления о новых полезных видео, которые я снимаю для вас. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok